Нам дома не сидится, собирались в далекий лес, в Бобиниче, в лисичке, но 55 километров мы не успеваем. Сегодня за чужими делами. Пока с сестрами разбирались, их возили, туда-сюда их вопросы решали. Теперь попали под вечер только в лес. Вот, очень хорошо мне в лесу. Тут тоже лисички могут быть. Ежевики, наверное, мало, потому что мы первый сбор здесь сделали, но сколько-нибудь найдем. Я попала в рай, нашла сыроежку. Я думала, лисички первые найду. Лисички здесь есть точно. А тут вижу грибов, видимо-невидимо. И сейчас я это покажу. Красивая сыроежка, я уже знаю, что это она. Чистенькая, чистенькая, но одна дырочка не считается. Думаю, что дальше она будет хорошая. Рядом, не отходя от сыроежки, растут удивительно красивые грибочки на тонкой ножичке. Я их не знаю, я с ними не знакома, поэтому я их брать не буду. Но очень красиво, очень красиво. Целое семейство. О, красота. Вижу, еще грибы не отходят от этой сыроежки. Кто-то там так стучит, дятел какой-то. Так, сыроежку надо забирать, не потерять. Пойду поближе, познакомлюсь с этими грибами. Они далеко от меня. В деревне Гадюкино шел сильный дождь. То есть в гнездове шел дождь, а в Смоленске несколько капель купала, подразнило нас и все. А в гнездах здесь был хороший дождь. И здесь этих грибов очень много. Вот полянки. Вечереет 6 часов вечера. И поэтому фонарик у меня включается. В лесу темновато, но очень жарко. Солнышко на улице, но здесь березки. Вот что ж это за такие грибы. Вот грибочек на каком-то маленьком прутике. Грибочек этот. О, какой грибочек. Сейчас другой. Посмотрю, их много, все равно не жалко. Они не пропадут. Пастинки пахнут, они приятно все-таки. Все грибы хорошо пахнут. Ой, вот такие вот они. Тот там бегает. В кустах. Кто-то, кто-то птицы, что ли, какие-то. Птицы. Да, где-то я читала, что в лес прийти нужно, сесть на пень и не шевелиться. И тогда все звуки леса придут. И даже звери какие-нибудь могут появиться вблизи. Дядя стучит сильно. Хотя бы на камеру их можно снять. Но в супах не возьмешь, они очень маленькие. Я такие не буду брать. Тут нечего брать. Пусть растут, кому-то достанутся. Это люди появились вблизи. Размечталась я снять тот гриб. А их даже никаких и нет. Неужели его кто-то съел? Даже следа не осталось. Мы были здесь пару дней назад. Совсем недавно. И были здесь, помимо того пушистого гриба, красноватого такого, на этом дереве, были еще какие-то маленькие. А теперь где оно? Интересно. Только вот такой грибочек какой-то маленький появился. Все. Куда же тут пухнатый гриб подевался? И еще рядом с ним какие-то были наподобия. Как будто они прорастали. И нету этого гриба. Я из-за него и приехала сюда. Одна немаленькая. Я ее возьму, но жалко того нет. Вот грибочка. Даже следа от него не осталось. Никакого. Так не должно быть. Хоть что-то от него должно было остаться, но не осталось. Импротичный, тоненький прутик. А на нем такие трутвички. Какой-то гриб-навозник. Один батарейка у меня заканчивается, но я его все-таки снимаю. Красиво, потому что вот и снимаю. Снимала в другом месте. Это такие же самые грибы. Их здесь по всему лесу хватает. Вот они какие. Фонарь включился, а он и гриб покраснел. Вот. Вот они. Наверное, уже в пожилом возрасте. Вот такие вот грибочки. Комары начинают кусаться. Репеллент не очень помогает. Лес хороший очень. Но комаров много. Вот меня уже ждут. Мы уезжаем домой из Смоленск. Всем пока-пока. И до встречи.